Победа Красной Армии под Москвой является решающим военным событием 1941 года и первым крупным поражением Германии в ходе всей Великой Отечественной войны. Трудно представить, как советским людям удалось одержать победу в этом бою, не имея численного превосходства ни в количестве людей, ни в оружии и технике. Всех героев тех лет вспоминали сегодня на Аллее Славы. Почтить память, отдать дань памяти тем событиям, тем людям, которые погибли, защищая Родину. В конце концов, то, что мы сегодня имеем, то, что живем, это благодаря им, благодаря их подвигу, не только ратному, но и трудовому. Оборонительная операция под Москвой осенью 1941 года длилась 67 суток. В боях погибло более миллиона красноармейцев. Память невернувшихся солдат почтили минуты молчания. Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. У Татьяны Кормаковой две сестры, будучи еще совсем девчонками, сражались за Родину, а ее папа в бою под Ленинградом пропал без вести. У меня нет могилы отца, и вот я хожу сюда каждый год. Хоть отдать ему память. Это такого вот значения. Важно, чтобы молодое поколение знало историю своей страны и помнило подвиг героев, подарившим им жизнь. Если мы это забудем, то кто кроме нас будет чтить эту память? Потому что поколения сменяются, и скоро не останется людей, которые помнят эти события. Такие значимые даты в истории нашей страны необходимо чтить, ведь лишь с доброй памятью о прошлом можно идти в будущее. Анастасия Воронина, Егор Хлябич, Евгений Садовский. Видно этого.